Да, подожди, я не был готов, я с Сергеем как с кошкой лазером играл. Во-первых, это интересно и весело. Во-вторых, вы будете друзьям потом рассказывать о том, как вы... Не, вы... Она меня сбила. Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. В одном из прошлых видео мы уже говорили про охоту с помощью арбалета. Сегодня же поговорим про рыбную ловлю, тоже при помощи арбалета. Да, боуфишинг это достаточно необычная история. Кто-то не понимает, зачем это нужно. Кто-то не понимает, как это работает. Да и к тому же, на данный момент в России боуфишинг запрещен. Однако, увлечение достаточно это интересное. Так что давайте о нем и поговорим. Что же нужно для рыбалки при помощи арбалета? Ну, очевидно, что сам арбалет. Например, мамба. Он компактный, легкий и достаточно мощный. Особая мощность нам не нужна, потому что мы все-таки будем на рыбу охотиться, а не покрышки со дна собирать. Также нам понадобится катушка. Это может быть как обычная рыболовная, так и специализированная. Ну и гарпун. Мы просто крепим катушку на арбалет. На арбалет мамбы это можно сделать с помощью планки вивера, которая, кстати, также докупается отдельно. Если вы поставили обычную стандартную катушку, то надо поменять леску на что-то попрочнее. Если вы берете специализированную катушку, то там уже стоит все, что нужно. Далее мы этот линь привязываем к бегунку на гарпуне. Бегунок на гарпуне нужен для того, чтобы леска не тянула стрелу и не отклоняла ее от выстрела. То есть если вы просто привяжете веревку к стреле, то в момент вылета веревка потянет за стрелу, и она начнет клевать, и никуда не попадет. Если вы привяжете, например, за хвост, то полетит она нормально, если вылетит. Но, скорее всего, она зацепится и порвется. Поэтому мы привязываем к бегунку. Бегунок в момент выстрела находится на наконечнике. И потом он сползает на хвост, и таким образом уже стрела привязана за хвост к арбалету. Итак, чем же хорош был фишинг? Во-первых, это интересное занятие благодаря своей необычности. Во-вторых, это весьма важный опыт для охотника, потому что благодаря нему вы научитесь чему-то новому. Еще вам будет что рассказать своим друзьям и близким, и, возможно, они захотят составить вам компанию. Карпун достаточно тяжелый, и если вам повезет, то за раз вы добудете даже не одну рыбу. Когда вы сидите с удочкой, то этот процесс достаточно быстро может вам наскучить. Я вот прям живой тому пример. Я не люблю рыбалку, если только со спиннингом как-нибудь там раз в два года чуть-чуть. Но, если бы у меня была возможность охотиться с арбалетом на рыбу, просто напоминаю, что в России запрещено, но если бы была возможность где-нибудь посреди реки на плоте, на плоту путешествовать и стрелять рыбу, то я бы с удовольствием этим занимался. Увидели утку, плывущую вам навстречу, а у вас в руках только удочка? Сочувствую. Но кроме шуток, снаряжение для боуфишинга используют для охоты на бобра. Потому что бобер, когда его ранят, может куда-нибудь на дно спрятаться под корягу, и оттуда вы его уже не достанете. А на этом все. Надеюсь, видео было вам интересным. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok